Воскресенье прошел большой день открытых дверей. Что новое узнали школьники о приеме 2014, расскажет Смайбну. Сегодня абитуриенты смогут получить всю информацию о правилах приема, посетить современные лаборатории и узнать, что такое студенческая жизнь. Ведь МИЭД проводит большой день открытых дверей. Первый корпус переполнен школьниками, родителями, студентами и представителями кафедр. В этом году МИЭД объявляют прием на 16 направлений, 13 из которых технические. Старшеклассники волнуются, решают, кем они хотят стать, куда стоит подавать документы. Многие до сих пор не знают, в какой области хотят получать знания. Я бы хотел быть программистом. Мне нравится программирование. Я очень хорошо влашу с компьютерами. Я бы хотела в инженерии. Либо инженер-технолог, либо инженер-конструктор. В сфере лингвистики мне нравится изучение языка. Я бы хотел работать где-то с чем-то связанным с математикой, физикой. В холле главного корпуса кафедры МИЭД ознакомили абитуриентов с учебными программами, собственными разработками и проектами. Школьники увидели настоящие чудеса техники. Студенты должны идти на прикладную математику, потому что математика – это царица наук. Потом математику можно применить вообще в любой области. Экономика, даже прогноз погоды можно взять с помощью математики. В актовом заня встречу с гостями открыл ректор МИЭД Юрий Александрович Чеплыгин. Он рассказал школьникам о достижениях и истории нашего вуза. Мы в 2010 году получили статус Национального исследовательского университета. Успешно участвовали в других программах и проектах, что дало нам значительные средства для развития. Об особенностях учебного процесса, рейтингах и перспективах ближайшего будущего в своем выступлении говорила про ректор по учебной работе Ирина Гургеновна Игнатова. Дмитрий Хорошев, председатель статусовета МИЭД, рассказал абитуриентам о кураторстве и вожатстве, посвящении студентам из существующих творческих коллективов. Также он отметил, что главной целью студактива является создание условий для всестороннего развития личности. Ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Георгиевич Коваленко в своем выступлении детально рассмотрел минимальные проходные баллы, порядок зачисления и сроки подачи документов. В завершении собрания ректоры приемной комиссии подробно ответили на вопросы из зала. Так как изменились направления подготовки, для абитуриентов очень важны, как именно изменились. Теперь для них выбор о том, какая кафедра, какое направление подготовки, им нужно убирать значительно раньше. Также их очень интересуют проходные баллы. Далее абитуриентов ждала самая интересная часть программы. Школьники сами выбирали экскурсионный маршрут и вместе со студентами посетили научные и учебные лаборатории МИЭТа. У нас здесь есть полный цикл изготовления приборов, то есть, грубо говоря, от подложки до, собственно, до уже готовой интегральной схемы. Здесь проходят лабораторные работы, здесь у нас студенты проходят практику, то есть, если изъявить желание заниматься исследовательской деятельностью, у нас можно, в общем-то, и работать. Также абитуриенты смогли ознакомиться с уникальными разработками каждой из кафедр и узнать особенности профессии. Используется огромное количество различных датчиков, микромеханических датчиков. Это акселерометры, гироскопы, датчики наклона, датчики давления. И вот все эти датчики мы разрабатываем на нашей кафедре. МИЭТ также осуществляет набор в учебный военный центр для подготовки офицеров. Они будут лейтенантами, они будут служить на тех должностях, собственно, на которые предназначены согласно тем специальностям, направлениям, которые они изучали в нашем университете. То есть, как раз, трудоустройство строго по диплому. Будут, как правило, командир радиолокационных станций или пункты блогового управления. Факультет иностранных языков рассказала о карьерной лестнице будущих лингвистов в учебных дисциплинах и пригласил гостей на предстоящую конференцию, посвященную Уильяму Шекспиру. В общем-то, весь университет хороший в плане педагогического состава, в плане студенческого состава. Старшеклассники и их родители с живым интересом слушали преподавателей и охотно задавали вопросы. Представители студсовета подробно рассказали о преимуществах и уникальности студенческой жизни МИЭТа. Абитуриенты должны поступать в МИЭТ, потому что это определенный набор условий, которые предоставляются студентам, которые включают в себя и отличное образование, и отличные возможности к самореализации, и большое количество каких-то внеурочных и курсов, и мероприятий, которые походятся, и активная студенческая деятельность, и студенческая жизнь. В день открытых дверей посетили более тысячи человек. У каждого была возможность как можно ближе познакомиться с нашим университетом. Добро пожаловать в МИЭТ! Смайя Бнуля, Косипенко, Данил Петров, МИЭТ-ТВ. На прошлой неделе эстафету дней факультетов приняли студенты МПИТК. Подробно о мероприятии вы узнаете из сюжета Ирины Араповой. 4 апреля в зале ДК МИЭТа отметил свой день рождения самый многочисленный факультет нашего вуза. По традиции, вначале напутственные слова от начальника УДМСО Дмитрия Георгиевича Коваленко и декана Александра Васильевича Гуреева. Затем награждение отличников учебы студентов-активистов. Мне приятно видеть, что вы, которые сейчас учитесь, с честью продолжают традиции нашего факультета. Еще раз хочу поздравить вас с праздником! Творческую часть вечера открыли номера Владимира Сороки и Марины Турункиной, настроившие зал и задавшие атмосферу всему концерту. На сцене разыгрывается драма в лучших традициях фильмов криминального жанра. В сюжетную линию красиво вплетены известные песни в исполнении лучших голосов МИЭТа. Став случайным свидетелем убийства, главный герой Джек Браун вынужден скрываться от мести коварных мафиози. Но, как известно, любовь нечаянно нагрянет. Сидя с другом в пабе и прося его о помощи, Джек неожиданно влюбляется в милую девушку-певицу Душечку и, забыв об осторожности, уезжает за возлюбленной в Калифорнию, желая покорить ее сердце. Все зависит от тебя. Развязка была стремительна и неожиданна. По нелепой случайности мафия приезжает отдохнуть в тот же отель, что и Джек. После выступления Душечки влюбленных ловят. Кажется, что хэппи-энда уже не будет. Помощь подоспела слишком поздно. Раздался выстрел. Но Фортуна была на стороне героя. Летим со мной в Калифорнию. Только чурня у окна. Что? Но как? Нажигал. Фортуна решила отдать долг за последние пару десятков лет. Ребята вывели рецепт жизни. Он очень прост. Щепотка верной дружбы, горст головокружительной любви и немного удачи. Эффектной точкой стало выступление Анны Зимбовской с песней «Хиро». На самом деле начальная идея была мюзикл «В джазе только девушки». Но получилось что-то смесь крестного отца и мюзикла. Я надеюсь, всем понравилось. Зал был очень приятный. Очень приятно было их слышать. Они аплодировали всем и вся. Я рад, что поздравили активистов, отличников. Просто доволен. Очень рад. Спасибо огромной залу. Ирина Арапова, Даниил Петров, Олег Осипенко, Михаил Кириллов, МИЭТ-ТВ. В понедельник началась неделя игр в факультете ИТС. Первой на очереди был «Крокодил». Заявку на победу подали три команды. После первого тура определились два финалиста. Они сразились в итоговом раунде. По результатам игры победу одержала команда «Бабий Бунт». Подробную информацию о других мероприятиях, посвященных дню факультета ИТС, вы найдете в группе ВКонтакте. В этом году театру «Видогонь» исполняется 15 лет. О юбиляре, а также об акции «Ночь в театре» – сюжет Александры Хреновой. Уже второй год подряд «Видогонь» принимает участие в московской акции «Ночь в театре». 26 марта у зрителей была возможность увидеть постановку Максима Мышанского «Гудбай, Супермен». Ну, раз в месяц бываю в театре. «Видогонь» я вот уже второй раз. Первый раз мы смотрели какую-то классику, спектакль. Ну, типа «Беспринанец» я не помню. Вот сейчас уже пришла второй раз. Ну, раз в три месяца, скорее всего. «Видогонь»? Ну, честно признаться, «Видогонь» не первый раз. Практически все спектакли, которые здесь идут, мы все успели посмотреть. На сцене атмосфера безмятежного детства со всевозможными забавами и шутками. Задорность мальчишек заставляет каждого пришедшего забыть о реальности и перенестись в прошлое. Но задумавшись, зритель понимает – ребята играют во взрослых, нас самих. Ссоры в семье и страх смерти – все это показывают актеры глазами наивных детей, которые только начали опознавать этот мир. В пьесе нашел отражение и сербский конфликт конца 20 века. После показа состоялось обсуждение. Зрители смогли задать свои вопросы актерам и режиссеру, а также высказать слова благодарности. Хорошая игра, мне очень нравится. Вот я была еще в Москве в театре, и здесь не хуже. Ну, вообще мне очень нравится театр и игра актеров. Я уже видела этих актеров. Интереснее всего гостям показался принцип распределения ролей. Актеры смогли прекрасно вжиться в образ. Невольно сложилось впечатление, что каждый выбрал персонажа по душе. Но Максим Мышанский опроверг мнение зала. Он лично подбирал роли для каждого. Обсуждение прошло в непринужденной дружеской атмосфере. Актеры шутили и даже сами задали вопросы зрителям. Все остались довольны диалогом. Я считаю, что это хорошая идея, потому что многим после спектакля именно не хватает обсудить то, что ты увидел. Впечатления свои рассказать, услышать чужие впечатления, что тебе скажут. Я считаю, что это отличная идея. Я думаю, идея – да. Мне кажется, она с какой-то задумкой даже. Какой-то очень серьезной. Ну, хоть спектакль кажется смешной, веселой, да, он заставляет все равно задуматься человека. На протяжении 15 лет «Видогонь» театр не перестает удивлять и радовать своих зрителей. А сколько интересного еще впереди. Мы поздравляем театр с его юбилеем и желаем новых творческих успехов. Александра Хренова, Сергей Шевченко, Михаил Кириллов, МИЭТ-ТВ. Это все события на сегодня. В эфире были новости МИЭТ-ТВ. Выпуск провела Наталья Минеева. Удачной недели. До свидания. Продолжение следует...